Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поет по всему миру на самых престижных сценах. Совсем недавно она приезжала в Тбилиси, где дала несколько концертов и спела гимн Грузии как солист вместе с другими солистами на государственном мероприятии. Она тоже, по счастью, прочла ваш материал и очень горячо меня поздравила. После встречи с вами у меня возникла идея сочинить цикл песен на стихи грузинских поэтов. Я решил, честно говоря, вначале начать с тех поэтов, творчество которых мне достаточно хорошо, стихи которых я знаю. В основном, это мой любимый поэт Николоза Бородашвили, Галаксион Табидзе, а также другие поэты. Я думаю, также и обратиться к творчеству современных грузинских поэтов. Здесь, в Батуми, я с помощью Ютуба, по совету грузинских друзей, начал снова изучать грузинский язык. Причем я, что интересно, это, так сказать, мое такое качество, оно у меня с детства такое. Я нахожу знакомые слова в разных языках. Я буквально в первый же урок, то, что я нашел в Ютубе, это есть такой Александр Ефимов, прекрасный цикл уроков грузинского языка для тех, кто не владеет. И буквально в первом же уроке я нашел интересное словосочетание. Вот, предположим, значит, на грузинском «я есть», это самый распространенный, так сказать, глагол «я есть», значит, на грузинском языке это будет «мевар», на азербайджанском «мен варам». И таких соответствий очень много, я просто не хочу все приводить, я потом вам все это пошли, вам будет даже само очень интересно. Вот, значит, что я решил? Дело в том, что я должен обязательно это сделать. Это, во-первых, работа интересна для меня. У меня есть песни на стихи грузинских поэтов, но в переводе на русский язык. Есть даже одно интересное стихотворение, значит, Осипа Мандельштама, так и называется, «Мой Тбилиси». Значит, ну это на русском языке. Я сделал неплохую, очень интересную песню с типичными грузинскими мотивами. Тоже подумаю в дальнейшем, как это использовать. Вот, то, что я вот делаю, я вам скажу, это у меня идет от души, потому что я увидел у вас большой душ. А вы и мои друзья – это есть олицетворение грузинского народа. Это мой долг перед моими друзьями из Тбилиси, перед вами. Вот, надеюсь, что вы мне тоже поможете. Друзья в Азербайджане – это известные журналисты, ученые. Значит, журналистка Неля Ташкях, которая с вами уже, так сказать, вы обменивались мнениями по поводу нашего репортажа обо мне. Это мой друг Азер Джангиров. Он долгое время работал в Стамбуле собственным корреспондентом газеты «Извести». То есть это профессионал-журналист высочайшего уровня. Это мой друг, выдающий у нас ученый, писатель, публицист, общественный деятель, поэт, писатель, Рафаэль Гусейнов. Они тоже очень высоко оценили ваш материал. Особенно они отметили ваш высокий профессионализм и ваш гуманизм. Я и мои друзья, я думаю, и вы, я уверен, что культура является основой, основным фактором с ближайшим народом. В общем-то, считаю, что альтернативы этому нет. Я благодарю судьбу за то, что мы приехали, остановились в этой гостинице, где встретились с вами. И вот, так сказать, с этого все началось. Мне это вдвойне приятно, что это не было заранее подготовлено никем, а произошло, как сейчас говорят, методом народной дипломатии. Я благодарю за то, что я хочу, чтобы вы были в Азербайджане, чтобы вы были в Азербайджане. Я хочу, чтобы вы были в Азербайджане. Я хочу, чтобы вы были в Азербайджане. Я хочу, чтобы вы были в Азербайджане, чтобы вы были в Азербайджане. Я хочу, чтобы вы были в Азербайджане, чтобы вы были в Азербайджане. Я хочу, 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 чтобы вы были в Азербайджане. Раин Гидрус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok